Протяженность тепловых сетей Самарской области 2400 километров. Часть из них принадлежит ресурсоснабжающей организации, другая часть – муниципалитету, а третья пока хозяина не имеет. В среднем износ труб достигает 70%. Чтобы заменить старые коммуникации, необходимо дополнительное финансирование, которое может обеспечить метод альтернативной котельной. Когда вопрос альтернативной котельной, будем говорить, готовится и произойдет это, то сегодня это все будет сидеть в затратах. Будет обязанность перекладывать как сети, будем говорить, приводить в нормативное состояние и собственные, и муниципальные, и бесхозные и тому подобное. И первый шаг уже не дожидаясь принятия решения, мы уже сделали, мы подписали дорожную карту. Новая модель рынка тепла позволит энергетикам решить проблему со всем теплосетевым комплексом, в том числе с бесхозяйными сетями. Можно будет вкладывать заемные средства в их обновление, чего при нынешней модели трефообразования невозможно. Ресурсоснабжающая организация будет стремиться к повышению качества и надежности теплоснабжения. Значит, ну, как я говорил, инвестиционные программы разработаны, и объем средств, которые необходим для приведения в нормативное состояние системы теплоснабжения в трех городах Самарской области, составляет порядка 50 миллиардов рублей. По мнению энергетиков, этих денег будет достаточно, чтобы привести теплосети в порядок. Мария Левина, Максим Гусев, События. Мария Левина, Максим Гусев.